Стала счастливее. Цимбалюк Романовская о сладкой жизни без Джигарханяна. Бывшая жена народного артиста появилась в суде. Пианистка до сих пор не понимает, в чем же ее обвиняют. 9 августа состоялось заседание по делу о неприкосновенности частной жизни. Журналисты толпились у входа, но так и не узнали подробностей, так как слушание было закрытым. Сама Цимбалюк Романовская успела всего парой слов перекинуться с прессой. Она заявила, что не понимает, в чем ее вина и намерена отстаивать свое доброе имя в суде. Также она поведала, что находится в прекрасном настроении. Мол, после громкого развода жизнь стала слаще, а она счастливее прежнего. Напомним, что по версии следствия Виталина следила за Джигарханяном. Предполагается, что супруга звезды то ли сама, то ли с помощью намоемного работника вмонтировала в потолок кабинета Армена Борисовича в Московском драм-театре бескорпусную видеокамеру. Пианистка планировала быть в курсе всех обсуждаемых вопросов. После Цимбалюк Романовская отдала полученную видеозапись телевизионщикам, которые продемонстрировали ее в прямом эфире. Виталина, цокая каблуками, уверенно подошла к камерам и заявила, что из-за отсутствия ее юриста о начале судебного заседания ей сообщили поздно, и она не смогла согласовать свой график, заседание перенесли на 4 сентября. Мне сказали явиться в суд, и я явилась. Изначально обвинений было много. С октября велись проверки по всем эпизодам, и было много отказов. Я считаю, что эти обвинения со стороны бывшего супруга и его друзей заведомо ложным доносом и поклепом. Я ничего не устанавливала, ничего не передавала на телевидении, и когда была на программе, ничего не знала. У меня нет технического образования. Я еле айфон-то освоила, улыбаясь заявила блондинка. Какая кошка пробежала между бывшими супругами, и кому была выгодна громкая ссора в звездном семействе, Виталина пояснить не захотела. Не хочу делать серьезные заявления. Надеюсь, будет установлена истина. Скажу только, что с нашей стороны также написано встречное заявление. Женщина также добавила, что ни до, ни после развода своего бывшего мужа она не видела. После интервью миловидная блондинка попросила журналистов сфотографировать ее на телефон. Пару раз продефилировала по просьбе телевизионщиков по двору и признавшись, что после развода вполне счастлива, легкой походкой пошла к ожидавшей ее машине. А как, по вашему мнению, закончится эта история? До новых встреч!